Эй, привет всем, друзья! Василий на связи из Солнечного Дубай. Как вы уже догадались, друзья, видео будет на русском языке. И я покажу вам несколько мест, которые спрятаны от глаз туристов, от глаз тех туристов, которые приезжают в Дубай. И кроме Бурж-Халифы, Дубай-Марины и Бурж-Аля-Раб, больше, в принципе, ничего и не знают, и ничего и не видели. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, жмите кнопку подписаться, чтобы не пропустить следующие эпизоды на моем канале. Ну что ж, пожалуй, начнем. Пожалуйста, начнем с района Аль-Сиф. Это одно из тех мест, в которые нужно приехать и насладиться атмосферой старинной архитектуры, которую вы видите позади моей спины. Все эти дома были построены преимущественно из дерева и глины. И вот сейчас вы можете все это видеть на свои глаза. Но есть одно большое но. Есть одно но. Это все обман, потому что этот район был построен буквально всего лишь пару лет назад. И продюсер-2 решила просто воссоздать ту эпоху времени, 100-летней давности, чтобы ощутить большее на себе, окунуться в ту эпоху древности, когда 100 лет назад местные арабы жили вот примерно в таких условиях. Дома были построены из дерева и глины преимущественно. И вот они воссоздали такой район. Это все буквально построено пару лет назад, около, может, 80-ти лет назад. И вот видите, воплощает в себе тот быт и эпоху того времени. Круто! Если кому интересно, можете зайти на мой инстаграм и посмотреть фотографии, которые получаются здесь. Достаточно красивые локации и бесплатные фотоидеи для вас, друзья, можете взять на заметку. Также, друзья, немаловажно стоимость посещения этого места стоит 0 вверхам. Буквально в 500 метрах от Аль-Сиф находится следующее место, которое мы посетим. Это маленькая, но очень колоритная индийская улочка. Чтобы не заблудиться, ориентиром вам будет вот эта мечеть, которая находится за моей спиной, а также здесь, находится недалеко, музей Дубая, в общем, как вам угодно, друзья. Чтобы не заблудиться, ориентир, либо мечеть, либо дубайский музей. Здесь расположено множество религиозных прилавков, в которых можно найти разнообразные виды всяких будд, кришн, в общем, всех тех божьих богов, в общем, богов Индии, в общем, индийской религии, индуизма. Вау, посмотрите на вот эти ловцов снов, друзья. Это реально круто. Я поражен, сколько много прилавков расположено в столь узком пространстве. Посмотрите, здесь буквально вот метр-полтора, и на этой улочке расположено, ну, не знаю, может, с десяток, с два религиозных прилавков, друзья. Круто. Это место стоит посетить, и оно вам обойдется в Нольдирхам, потому что это обычная улица, на которой расположены прилавки с религиозными вещами. Ну, а мы продолжаем. На моем канале можете посмотреть видео о индийской диаспоре в Дубай, в котором я показываю и рассказываю места, связанные с культурой Индии, а также пробую их местную еду. В общем, друзья, ссылка будет здесь в углу. Переходите, смотрите. Видео на английском языке, так что там есть субтитры, друзья. Пришло время для того, чтобы отправиться в круиз по Дубайскому каналу, который вы видите за моей спиной. И для этого нам нужна лодочная станция, которая находится вот, буквально здесь, недалеко от станции метро Аль-Губа-Иба. Пришли вот сюда, на лодочную станцию, откуда мы возьмем сейчас вот такую вот лодочку сзади, вы можете видеть, и отправимся на противоположный берег. Там мы увидим четвертую финальную достопримечательность, которую стоит посетить, и которые обойдутся нам в ноль Дирхам. Также, друзья, с этой лодочной станции отправляются лодки в сторону Золотого рынка, одно из любимых мест туристов. В общем, друзья, сейчас мы возьмем лодку и отправимся на тот берег, и стоимостью проезда будет всего лишь один Дирхам, так что я считаю, это реально шаро, так что вперед на лодочку и путь. Я решил немного освежиться, заказал сок из сахарного тростника, рекомендую. Не знаю, насколько старые эти все лодки, мне кажется, ну, больше 30-40 лет, и они здесь курсируют, ну, я думаю, с 80-х годов. Вот, в общем, мы заплатили уже водителю сзади меня, и сейчас отправляемся на ту сторону Дубая. Добро пожаловать в Казахстан! Чтобы вы понимали, также Золотой рынок находится вот в той стороне, ну, а мы вот у этого здания. Как вы думаете, что это за здание, и что в нем такого интересного, я могу вам показать. Но немного дождитесь, буквально пару секунд, и вы увидите и поймете, почему никто не знает об этом месте. Вот, друзья, наконец-то мы добрались. Под номером 4 у нас крыша парковки, которая открыта буквально 24 часа в сутки для всех, кто желает, реально. Мало кто знает, приезжая в Дубай, мало кто знает, особенно кто приезжает в этот район, например, на Золотой рынок, мало кто знает об этом месте, о этой парковке. Я сам буквально узнал об этом месте, может, около полгода. И сейчас я вам покажу, что можно увидеть с крыши этой парковки, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, я покажу вам сейчас другую сторону. С той стороны можно увидеть крыши, по которым прыгал Аладдин. Надеюсь, друзья, вам понравилось видео, и вы узнали какие-то для себя новые места в Дубай, о которых, конечно, вообще не догадывались, я в этом уверен. Ну, может быть, только о Аль-Сифе, которому мы были изначально, и о лодочной станции, которая крепляет людей через канал на тотой рынок. Но, друзья, согласитесь, где еще в Дубай вы найдете проезд на публичном транспорте сзади верхом? О них иди. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комменты. В общем, делитесь этим видео с друзьями, пожалуйста, и поддержите меня, свои подписки, друзья. Василий был с вами, вообще, было приятно провести этот день, друзья, как скажем, с вами, виртуально. Увидимся в следующем эпизоре. Пока. Друзья, Аль-Сиф там. Индийская улочка вот здесь. Лодочная станция вот здесь. И мы сейчас находимся вот здесь.